Всем большой привет и добро пожаловать на наш канал просто рецепт сегодня я готовлю очень вкусные сочные татарские пищмаки оставайтесь со мной будем готовить вместе сначала для треугольников я приготовлю тесто и для теста мне понадобится примерно 400 грамм пшеничной муки высшего сорта 100 миллилитров молока 150 миллилитров кефира 60 грамм растительного масла можно взять сливочное масло и половиной чайной ложки соли ни сода ни разрыхлитель мне не понадобится в миску выливаю молоко кефир масло добавляю соль все перемешиваю постепенно добавляю муку и замешиваю тесто тесто должно получиться мягкое практически не липкое вот такое тесто у меня получилось оно мягкое не липкое закрыла его пленкой и оставляю отдохнуть 30 минут для начинки мне понадобится 400 грамм говядины 4 средней картофельны 1 луковица соль и молотый перец по вкусу говядину нарезаю на небольшие кубики далее картофель я также нарезаю мелким кубиком добавляю картофель к мясу мелко нарезаю лук добавляю лук к начинке и по вкусу пока кладу черный перец все перемешиваю соль в начинку я добавлю уже в самом конце когда буду работать с тестом стол слегка припыляю мукой тесто обминаю после того как оно отдохнет оно становится гладкое и пироги у нас будут тоже красивые делю тесто на кусочки и кусочки теста подкатываю в шарик беру первый шарик теста и раскатываю в круг вот так вот такой толщины сразу раскатываю несколько таких шариков и только теперь солю начинку хорошенько ее перемешиваю и начинаю лепить ошпачмаки выкладываю в середину круга начинку и закрываю соединяю тесто в виде треугольника в серединке оставляю дырочку потом в это отверстие я буду заливать бульон хорошенько скрепляю и прищипывая делаю такой незамысловатый узорчик вот такой вот треугольник готовый шпачмак перекладываю на противень застеленный пергаментом беру следующий кусочек теста выкладываю начинку также закрываю вот так вот вот так вот вот так вот теперь треугольники я оставлю выпекаться в хорошо разогретую духовку выпекать я буду при температуре 170 градусов примерно 50-60 минут смотрите на особенности своей духовки пока выпекаются треугольники я приготовлю к ним бульон здесь у меня 200 миллилитров воды взяла 50 грамм сливочного масла понадобится еще соль по вкусу один лавровый листик и черный молотый перец по вкусу к воде добавляю сливочное масло кладу лавровый лист, перец и добавляю соль поставлю на огонь и доведу до кипения за 10-15 минут до готовности шпачмаки вынимаю из духовки и добавляю в них готовый горячий бульон и снова убираю их в духовку допечься буквально 10 минут все, шпачмаки у меня готовы готовность шпачмаков проверяется по картофелю если картофель сварился мягкий значит и мясо тоже готово по желанию слегка их смазываю сверху растопленным сливочным маслом и сразу горячими подаю их к столу и вот такие божественно вкусные татарские шпачмаки у меня получились у них потрясающе тонкое тесто оно очень-очень вкусное и много сочной ароматной начинки и от таких сытных и аппетитных пирогов будут просто все в восторге для меня это самый удачный рецепт из пачмаков здесь вкусно все и начинка и тесто очень вам рекомендую этот рецепт он стоит вашего внимания обязательно их попробуйте и приготовьте они вам тоже очень понравятся самое главное готовьте с любовью и удовольствием оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и пишите свои комментарии тексты и формат рецептов вы как всегда найдете на Яндекс Дзен ссылочку я оставлю в описании под видео я всех от души благодарю за просмотр желаю вам прекрасного настроения до скорых встреч и пока-пока